С момента начала Украина российского вооруженного конфликта 24 февраля нынешнего года мир разделился на тех, кто поддерживает одну из сторон, и тех, кто, сохраняя нейтралитет, призывает участников к скорейшему урегулированию разногласия. Кыргызстан с первых дней войны на Украине принял нейтральную позицию. Об этом не раз заявляли мировому сообществу руководства страны, в первую очередь президент Садыр Нургаджоевич Джапаров. Объясняя свой выбор, глава государства пояснил следующее. Ситуация в Украине и России негативно влияет на все страны мира. Если говорить коротко, то в сферах торговли, экономики, безопасности и сотрудничества на мировом уровне ситуация сложная. Все резко обостряется. Мы маленькая республика. Мы не можем повлиять, чтобы остановить войну. Поэтому должны придерживаться нейтральной позиции. Казалось бы, все просто. Кыргызстан – нейтральная страна. В конфликт мы не вмешиваемся. Но оказывается, не все так однозначно. Есть и другая точка зрения, что кыргызстанцы, сохраняющие нейтралитет, якобы пособники агрессии. Один из обладателей такой точки зрения называет себя кыргызским украинцем, является профессиональным тренером по боксу. Некоторые из его учеников сейчас служат в армии Украины, либо ополченцами в украинской террабороне. Он уроженец Кыргызстана, женат на украинке и давно проживает на Украине, будучи гражданином этой страны. Периодически его опыса и выступления появляются в соцсети и кыргызстанских масс-медиа. Спорны настолько, что если рассматривать с точки зрения юриста, тянут на статью, но не на газетную, а на статью Уголовного кодекса. Разжигание межнациональной розни. Тем, кто поддерживает Россию, просто задумайтесь вошедь в Джалабаде. На Укадском районе много узбеков. И Узбекистан – это огромная страна с населением по численности во много раз превышающим Кыргызстан. И теперь представьте, что они захотят присвоить себе Джалабад или Ош, потому что там проживает много узбеков. Мы бы тоже не отдали бы эти земли. Мы также воевали бы за них, как воюет Украина с 2014 года. Юрист Ахунбай Кушоев рассматривает этот опус, безответственно опубликованный одним из уважаемых кыргызстанских информагентств, как попытку разжигания межнациональной розни. Суть вопроса в том, что все государственные мужи, глава государства, должны заботиться, чтобы вот таких провокаторов на идеологическом уровне не должны быть. Для этого должны государства заботиться, чтобы профилактику провести, как выступил, вызывать его, и его методом убеждения он не должен так провоцировать целые народы на разжигание. Но если в отношении опубликовавшего этот сюжет средством массовой информации будет инициировано уголовное расследование, правозащитник советует своим коллегам не рубить с плеча, а прежде всего разобраться. Если кто пытается, со своим недалеким умом пытается вылить массу на суд общественности своих нездоровых мыслей, государство должно позвать его и провести профилактическую работу, что ваше поведение приведет вред нашему общежитию, государству, народам. Поэтому государство обязано. А если подпадает под статью, который разжигание межнациональных рознь, то он должен привлечь, пересекать должен моментально. Мы специально не стали называть имя украинского кыргызстанца по двум причинам. Во-первых, чтобы не делать ему рекламу, а во-вторых, потому что такие, как он, к сожалению, есть и среди граждан Кыргызстана. Наше предупреждение адресовано персонально каждому из них. Безрассудная игра с огнем, межнациональные вражды чревата пожаром войны регионального масштаба, предупреждает кыргызстанский общественный деятель Эдил Марлис Улу. Если здесь что-то будет, это будет регионально. Это не будет на территории одной республики. Это будет регионально. Потому что надо смотреть в историю, в корень. Здесь не было, скажем так, отдельных этих. Здесь было единое государство под названием Туркестан. Но общественный деятель уверен, оголтелая русофобия и национализм, если и возможно на Украине, то в Кыргызстане нет. Здесь не может быть какого-то национализма, по сути. Покажите мне одного ультра-националиста-крыза, или узбека, или казаха. Нету. Потому что у нас это невозможно. Председатель Конгресса тюркских народов уверен, за автором чудовищного опуса о якобы возможном вторжении Узбекистана наверняка стоят силы, заинтересованные в том, чтобы дестабилизировать ситуацию у нас в регионе. Если бы сказал, что это он один, нужно было бы сказать, что это его личное мнение, личный пример. Но обратите внимание на соцсети. Этим примером пользуются все. Вот у нас юг Кыргызстана проживает под миллион узбеков. Север Кыргызстана может завтра забрать Казахстан. Талавская область, часть Чуйской области. Потому что там есть у них какие-то геополитические интересы. Об этом, если об этом говорят не один человек, а многие, что это значит? Что в их уста это вложено. Кем? Почему-то у нас этим примером пользуются только прозападные специалисты, скажем так, в кавычках. Впрочем, о том, кто за подобными специалистами стоит, догадаться нетрудно. Вот, послушайте. Надо побольше смотреть новости западные или свободных новостей. Надо смотреть, потому что реально, чтобы смотреть. Вот так рассуждает украинский кыргызстанец. По принципу, одно мнение мое, прозападное, другое неправильное. Мол, смотрите побольше западные и так называемые свободные новости, все остальное якобы нереально. Но где у них западных новостей стоит хваленная объективность, умение выслушать оппонента и всесторонне осветить проблему? На этот раз, оказывается, нет. После 24 февраля в прозападных масс-медиа идет целенаправленная пропаганда одной лишь точки зрения на украино-российский конфликт. Не так давно журналист одного из британских телеканалов был лишен лицензии и подвергся буллингу со стороны своих коллег только за то, что осмелился поехать в ДНР и снять там документальный фильм об ополченцах Донбасса. Кыргызстан нейтральная страна. Здесь нет такого диктата над средствами массовой информации. Освещать в масс-медиа тему украино-российского конфликта у нас можно как угодно. Но это не значит, что некоторым дано право вовлекать в него кыргызстанцев, играя на национальных чувствах народов, проживающих в нашей стране. С такими проходимцами можно поговорить и на языке уголовного кодекса. Андрей Токамбаев, Адилет Марсбеков, 5 канал.